Музыка Шеном! В неделем в разделе Корох продолжается восстание против лидерства Муша и Арона. Только на этот раз восстает против них их городный брат по имени Корох, который так же как Муша и Арон является потомком колена любви. Только в отличие от Арона, который получил всевышленное назначение Коэна, священнослужителя, а другие члены колена любви получили приближенные к шатуру откровения должности, Корох не получил ничего. Восстав против Муша и Арона Корох вместе с 250 лидерами народа Израиля обвиняет Муша и Арона в том, что они возносятся над народом, в то время как сам народ является избранным и среди народа есть божественное присутствие. Муша, как и в предыдущей недельной главе, падает вниз перед восставшими. Видимо, он совершенно не ожидал такого поворота событий, ведь он в своих глазах был назначен Богом и таким образом стал лидером еврейского народа с целью вывести народ из Египта и привести его в землю, которую укажет Бог. И Арон был назначен также Богом с целью помочь Муша в этой важной миссии. Разные комментаторы Медраши видят разные объяснения восстания Короха. Кто-то видит в этом восстании поиск легиозной справедливости, зачем, например, избранному народу духовный лидер, объясняющий им заповеди и передающий слова Бога. Другие в этом видят некую меркантильность Короха, его личную зависть и желание получить вон Муша и Арона и стать лидером еврейского народа. Или же это сомнение Короха в лидерских качествах Муша. Есть и другое мнение, видящее восстание Короха и его общины, за что они были очень жестоко наказаны и поплатили жизнью, попытку привести народ к демократии и равным правам, чтобы не было более возвышенных людей с какими-либо привилегиями и тех, у кого этих прав меньше или нет вообще. Каждый может в восстании Короха видеть разные причины, но как бы то ни было, любому лидеру, любого народа на любом этапе истории важно заботиться о том, чтобы абсолютно у всех представителей народа были равны права абсолютно во всем. И чтобы сам факт того, что лидер или лидирующее большинство имеет какие-либо привилегии, не мешал им видеть тех, у кого этих привилегий нет. И нужно понимать, что даже когда закон говорит о равных правах, они всегда соблюдаются де-факто. Важно помнить, что восстание происходит, а не часть нашей жизни и любого демократического общества. Шаба-чалам.